Всем привет! Хотелось бы предложить всем тем, кто добрался по своему уровню до техники баре, одно небольшое упражнение. Прежде чем его предлагать, хотелось бы еще раз повторить базовые принципы исполнения техники баре. Первое. Палец, который зажимает баре, должен быть прямой. Вот такие вот изгибы. Вот как раз там, где эти изгибы, вот они не дожаты. И вы из-за этого начинаете жать все больше, но все равно у вас там, где изгибы, вы не можете дожать. Только пережимаете свои пальцы и напрягаете связки, все зря. Палец должен быть прямой. Вот. Сколько он тут? Допустим, три. Он тоже должен быть прямой. Следующий момент. Палец должен идти вдоль лада. Располагаться вдоль лада. Не вот так вот, по диагонали. Видите, уже первая струна, за счет того, что я ее зажимаю вот здесь вот, она начинает дребезжать. И вам нужно больше сил использовать для того, чтобы это баре зажать. Вместо того, чтобы просто хоп, вы расположили пальчик вдоль лада. И все хорошо у вас получается. Следующий момент. Во многих аккордах нужно четко понимать, какие места баре вы хотите зажать. То есть, допустим, вы исполняете вот такое. То есть, вам от баре, по сути, нужна шестая струна, которая вы. Третья струна и вторая. Все остальные. Вот. Четвертая струна у меня в данном случае не зажата. Первая струна не зажата. А вот третья и вторая и шестая, все те, которые мне нужны, они зажаты. То есть, нужно чувствовать те струны, которые ты будешь играть. Следующий момент. И, пожалуй, самый главный. Используем вот эту вот мышцу. И используем силу тяжести. Смотрите. Вот я сейчас зажимаю, допустим, малая баре. Она звучит. Но при этом я совсем не использую вот эту вот мышцу. Я все зажимаю при помощи локтя. И в том числе у меня сила тяжести направлена не вот так, а немножко вот так. Чуть-чуть туда. Я даю просто этой силе тяжести немножечко помочь мне придавить струны. Значит, это базовые принципы баре. Вот их нужно четко понимать. Дальше. Теперь само упражнение. Само упражнение мы будем делать для малых баре. Для двух струн. Любых. Хоть этих, хоть этих. Выберите свои две струны. Я сейчас выберу третью и вторую струну. Ну, чтобы не самое примитивное. Вторая, первая. Третья и вторая. Вот мы зажали. Значит, очень частая проблема, которая возникает, когда вы играете с баре. То, что вы зажимая баре, у вас вот эти вот пальцы, они неподвижны. Не дай бог, если вам требуется что-то растянуть палец, все, это большая проблема. У меня тоже здесь растяжка не очень. В общем, проблема в том, что когда вы прижимаете баре, у вас остальные пальцы вот так вот скукоживаются. И очень трудно ими куда-то, хоть до чего-то достать. Поэтому рекомендую вам такое вот упражнение. Баре. И по второй струне. Третья, вторая. И по второй струне. Дальше. Не забываем, что смещая баре, мы смещаем его вместе с большим пальцем. Вот таким образом. Вот, смотрите на мой большой палец. Видите, он вместе с указательным. Ну и, допустим, добираемся здесь до седьмого лада. В обратную сторону. Теперь начинаем отсюда вот. Смещаем. Смещаем вместе с баре тоже. И вместе с большим пальцем он взякнул. Следим за тем, чтобы пальчики четко становились туда, куда надо. Не посередине лада, а рядышком с ладами. То же самое можно сделать с тремя струнами. Теперь баре уже на три струны. Теперь я беру третью, вторую и первую струну. Правой рукой. Большой, указательный. И дальше чередование пальцев. Вот, еще раз. Большой, указательный. И в обратную сторону. А, так, лучше от указательного. От указательного начинаем. В правой руке. Указательный, средний, указательный, средний. Указательный, большой. Большой. Большой, большой, большой. Вот такое вот упражнение. Поделайте, чтобы почувствовать, что второй, третий и четвертый пальцы могут двигаться тогда, когда указательный палец работает, зажимает баре. Все. Значит, все, работайте, трудитесь. Семь успеха. Семь успеха. Продолжение следует...